Меня зовут Антон Свешников, я занимаюсь каякингом, но в общем в катамаранинге у меня тоже приличный опыт. Я много раз был на Кавказе, некоторое количество раз был из них осенью, и сплав попросил меня сделать какую-нибудь лекцию. Расскажите, говорит, что-нибудь. Я говорю, давайте я вам про Алтай расскажу. Такие, не Алтай, это летом, вот сейчас что можно делать? Где можно сплавляться? Я такой, ну на Кавказе. Такого про Кавказ и расскажи. В общем, я вам про него и расскажу. Мероприятие займет, ну не знаю, минут 40-час где-то. Ну вот, я отвечу на ваши вопросы в конце, ну и помашем друг другу ручками и разойдемся. Давайте, чтобы было понятно, для кого я рассказываю, кто из вас на чем сплавляется. Каяки, катамараны, покрафты. О, отлично, у нас покрафтеры стали появляться на лекциях, это огонь. Че, кто как лет-то провел, где были? Окей, на Кавказе никто не был, значит лекция будет больше про Кавказ в целом, ну и про осенние особенности. Значит, смотрите, в нашей северной стране, которая называется Россия, со сплавом есть некоторая проблема. Вот, проблема заключается в том, что, во-первых, мы все живем в крупных городах и до ближайшей бурной воды у нас достаточно далеко. Ну, от Москвы до ближайшей нормальной бурной воды сколько там, тысяч километров. От Новосибирска, ну там, до Катуни 320, да. Ну, в общем, тоже немало. Это первая проблема. Мы живем на плоскотине, до ближайших гор ехать далеко. Проблема номер два – это сезонность. У нас все-таки сезонность ярко выраженная, и сезон сплава у нас, будем честны, крайне короткий. И его начало проходит в снегу и на морозе, и его конец обычно проходит на морозе и в снегу. Вот, а сплавляться как бы хочется, а получается, что делать это комфортно, не особо заморачиваясь за окружающую среду, получается только летом. Вот, в связи с этим у нас есть несколько проблем. Мы реально сплавляемся мало. То есть, если ваша работа не связана как профессионала, там, с работой гидом, с организацией, там, безопасности сплава или с чем-то таким, ну, сплавляемся мы, прям, скажем, немного. Нам сложно, ну, у нас не получается на выходные, например, ездить кататься куда-то. Вот, а чем меньше мы катаемся, тем меньше мы учимся. А чем меньше мы учимся, тем хуже мы сплавляемся, а чем хуже мы сплавляемся, тем больше шанс где-нибудь наприключаться, что-нибудь себе оторвать, сломать там или утонуть. Вот, что с этим делать? С этим делать надо следующее. Нужно сплавляться больше. Нет никакого секрета, как научиться делать что-то хорошо. Нужно делать это как можно больше и как можно чаще. Вот, и раньше, в общем-то, большой проблемы с этим не было. Потому что границы были открыты, никакой пандемии, все было хорошо. Хотите, ездите в теплую Грузию в ноябре, хотите, ездите в солнечный Непал и в солнечную Индию где-нибудь в октябре, ноябре и декабре. Хотите, езжайте в Чили или в Африку в январе. В общем, хоть круглый год катайтесь, было бы желание и деньги. Сейчас границы пока еще по-прежнему закрыты. Они потихонечку открываются, я возлагаю на это большие надежды. Но пока, в общем, нужно ограничиваться тем, что есть в пределах нашей северной страны. Так вот, если вы хотите продолжить свой сезон максимально, то мы открываем карту и смотрим, что у нас самое южное, какие у нас самые южные горы. И это Кавказ. В общем, как продлить свой сезон, это поехать на Кавказ, на наш российский. В этой лекции я буду рассказывать про Северный Кавказ, про нашу его часть, упомяну Абхазию. В силу того, что я еще не был в Чечне и Дагестане, я эти регионы как бы упомяну, но много про них я рассказать не смогу, потому что они достаточно квалифицированные. В основном я расскажу про Адыгею, Краснодарский край, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию. Вот, в общем, про эту часть Кавказа мы и будем с вами говорить. Вот и он, Северный Кавказ. Это здоровенный такой горный хребет от Черного моря до Каспийского моря, по самой кромке которого проходят границы между Россией на севере и Грузией, и рядом непризнанных республик на юге, и Азербайджаном. Вот, что нам нужно знать о Кавказе для сплава по бурным речкам? Это то, что это молодые горы. Что значит молодые? Процесс горообразования по-прежнему активно идет, горы потихонечку растут, они не разрушены, активно идет, при этом, насколько быстро они растут, они также еще и в это же время разрушаются, активно идет процесс эрозии. Это горы высокие, ну, высочайшая точка Европы, как-никак, Эльбрус, 5-600 с копейками, и вот это вот все. Что нам это дает, как каякерам, покрафтерам, катамаранщикам и так далее? Это дает нам, на самом деле, характер рек. То есть, речки молодых гор вы можете найти на Кавказе, вы можете найти их в Таджикистане, в Киргизии, в Гималаях, в Центральном Чили, в общем, там, где высокие горы, которые активно растут. И, в общем-то, все эти речки, они по характеру будут очень похожи. Первое, что нужно знать о речках молодых гор, это их характер. Это, так по-английски это называется steep continuous, по-русски это называется участки с продолжительными, круто падающими секциями порогов. В общем, вот это типичная Кавказская река. Что мы здесь видим? Мы здесь видим очень приличный уклон. То есть, уклоны кавказских речек, они такие, ого-го. То есть, они больше, чем в среднем уклоны кавказских речек, уклоны алтайских речек, уклоны, тем более, Карелии, Урала и так далее. В общем, это речки с очень приличным уклоном. Как этот уклон выбирается? То есть, например, в Карелии уклон, речка выбирается ступенями. То есть, плюс-плюс-плюс-плюс-плюс, потом порог такой, подун какой-нибудь короткий, выраженный, круто падающий. Потом плюс-плюс-плюс-плюс-плюс, гладкая вода, еще порог. Так вот, здесь все не так. Здесь уклон выбирается равномерно. То есть, таких вот ступеней нет. Есть равномерное падение. Что, о чем нам это говорит? О том, что ярко выраженных каких-то порогов нету, но есть фон. И вот, как бы, вот это все, это фон. Этот, между порогами практически нету участков гладкой воды. Ну, зачастую. Соответственно, страховка и все остальное накладывают определенные отпечатления, ну, накладывают определенные требования на тех, кто сплавляется. Потому что одно дело спасать людей в Карелии, где там огромное озеро, ты всех собрал, отвез на берег, вообще никаких проблем. А другое дело спасать всех вот на такой вот штуке, где, во-первых, можно как бы попцом все камни посчитать, а во-вторых, ну, до берега везти кого-нибудь на корме каяка, ну, сложное дело. Или ловить на катамаране, тоже сложное дело. Во-вторых, в-третьих, маленькие лава, небольшие. То есть, место, где можно причалить для того, чтобы перегруппироваться, там, отдышаться, отдохнуть, собрать всю группу. И вот тоже крайне немного. Это накладывает определенные требования к навыкам грибцов. То есть, нужно уметь зайти в маленькое улово, нужно уметь зайти в последнее улово, нужно уметь зайти в улово, в котором стоят уже трое-четверо таких же умников, как ты, и они перекрыли тебе вход, а другого улова нету. В общем, интересно. Но также это речки, ну, характер этих речек можно описать словом «сады камней». То есть, пороги бывают выхода коренных пород, как, например, в Карелии, или в Норвегии, или, не знаю, там, в Мегавайи, в Индии. Это когда у вас горы очень старые, все осадочные породы стесались там ледником или огромными осадками в течение многих-многих миллионов лет, и обнажился коренной, обнажился то, что называется бедрок по-английски, коренные породы. Это очень твердая порода, которая выходит такими ступеньками. Соответственно, пороги с очень выраженным перепадом, и они очень короткие. В основном это чистые водопады или чистые сливы. На Кавказе пороги совершенно другие. Это пороги, которые называются «сад камней». То есть, поскольку активно идет водяная эрозия, речка заглубляется активно в осадочные породы, которые по-плежнему наверху. Пороги образованы камнями, которые либо падают со склонов этой самой реки, ущелья вниз, либо, ну, они достаточно тяжелые, что речка не может их выдавить в русло. Соответственно, прохождение таких порогов заключается в славами между камней и образованных ими водных структур. Вот. То есть, это не просто подъехал к высоченному водопаду, поглядел туда, толкнулся, прыгнул и уехал по своим делам. Это бесконечная слава между порогами. Также характер гор диктует нам то, что долины достаточно узкие. Это не прям каньоны-каньоны, но это долины узкие. Это значит, что водосбор у них достаточно небольшой. То есть, например, на Алтае водосбор какой-нибудь Чуи огромный, водосбор Катуни гигантский, водосбор Башкауса или Чаушмада гигантский. На Кавказе речки значительно меньше по расходу. То есть, это в основном речки маленького и среднего расхода. То есть, там, начиная кубов от двух, где уже каякеры могут сплавляться, и заканчивая там кубами пятьюдестью на белой, когда воды нальет нормально. Но не больше. И последнее, что нужно знать о речках молодых гор, поскольку речки высокие, о, горы высокие, пардон, на них есть ледники. Основное большинство кавказских речек, либо полностью ледниковые, их питание полностью ледниковое, либо имеют в своем, как бы, в питании селесолидную долю тавой воды ледников. Опять же, что это значит? Эти речки наиболее полноводны тогда, когда жарко. То есть, солнышко включили, солнышко светит летом, внизу плюс 30, в горах там, ну, плюс 10-15, ледник тает активно, вода растет. Становится холодно, вода падает. Это выражено, например, видно иногда под дневным колебанием. Например, есть такая речка Чигем, там, если вы плаваете эту речку днем, типа в 10 утра, то все хорошо. А если вы плаваете ее в 4 дня, то это совсем другая речка, потому что расход повышается, ну, там, в 2-3 раза. Ледник интенсивнее тает, когда жарко, и вода вот как раз где-то к 4 часам приходит, ну, стекает до того места, где ты сплавляешься. В общем, это речки ледниковые. Вот, ну, или, например, если это какая-нибудь крупная река, типа Кубани, там, безусловно, есть доля дождевой воды, доля подземной воды, но все равно солидная доля ледниковой. Вот, как отличаются ледниковые речки от неледниковых? Очень просто, по цвету. Вот характерный мутный цвет дает как раз ледниковая взвесь. То есть ледник, когда сползает по горе, он перерабатывает всякие, снимает как бы с нее такую стружку и перерабатывает, перемалывает ее вообще вот в пыль. И вот эта пыль дает именно такой окрас. Вот. Если вы видите, что речка мутная, это значит, что либо на ней поводок, либо, ну, либо это ледниковая река. Что еще нам нужно знать про Кавказ, помимо географии, помимо географических данных? Кавказ — это приличный такой набор национальных республик. То есть это Адыгея, ну, Краснодарский край, понятно, Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Южная Северная Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан. Вот. Это супер такое пестрое, разноцветное, лоскутное одеяло из национальностей, религий, языков, каких-то местных своих особенностей. Это, на самом деле, нужно принимать во внимание, это нужно учитывать. Вот. Вообще, какие, кстати, у кого ассоциации при слове «Кавказ»? Ну, вот смотрите, у меня, на самом деле, достаточно долго были живы там флешбеки из моего детства, когда я садился там в детстве смотреть новости, и там, короче, война там, война здесь, и вот это вот все. То, что было 20 лет назад и то, что сейчас, это две очень большие разницы, то есть разница громадная. За это время Кавказ поменялся, и поменялся очень сильно. Это стал гораздо более дружелюбный регион, это стал регион, который повернулся к туристам, стал в целом гораздо более приятным местом для путешествия. Если раньше большая проблема при путешествии по Кавказу, это были менты, которые на каждом чек-посту просили с тебя маленькую мзду, вот, и сейчас всех их, в общем, построили, и это ребята, которые, ну, реально будут готовы тебе помочь. По крайней мере, уж деньги с тебя они драть не будут за просто так. Там по-прежнему полно чек-постов, потому что вы пересекаете постоянно границы республик, если ездите там на машине. Вот, и на каждом чек-посту вас будут высаживать, проверять ваши паспорта, но это уже делается не для того, чтобы вас, ну, с вас трясти какую-то денежку и вас дальше не пустить. Это делается для безопасности. Разница, ну, достаточно заметная. Кроме того, последние несколько лет Кавказ развернулся к туристам лицом. В общем, там есть программа развития туристического кластера Северного Кавказа. И что это дает нам? Ну, во-первых, это дает инфраструктуру. Первое — это аэропорты. Там понастроили прям кучу хороших аэропортов, куда можно прилететь практически куда угодно уже сейчас. Хотите Минводы, хотите Сочи, хотите Владикавказ, хотите Махачкала, куда угодно можно прилететь, это стоит относительно недорого. И поскольку поток туристов достаточно большой, конкуренция между ее компаниями присутствует, прилететь на Кавказ стоит недорого. Если, конечно, ну, брать билеты либо заранее, либо, ну, либо попасть в какую-нибудь удачную распродажу. В общем, прилететь на Кавказ можно там от двух тысяч до пяти там, вот как-то так. В общем, стал улетать туда дешево и просто. Второе — это дороги. То есть дороги кавказские их реально приводят в порядок. И дорожная сеть на Кавказе очень разная. Надо отметить, что поскольку рельеф Кавказа очень изрезанный, то ровных мест, где людям вообще удобно жить, да, их не так уж и много. Это все долины рек. Соответственно, долины рек плотно застроены. Там живут люди, там есть деревни, там есть города. Соответственно, к ним есть дороги. Это значит две вещи. Первое — поиграть в поход на Кавказе, конечно, можно, но большого смысла в этом нет. Второе — на каждую секцию реки можно взять и приехать на машине. То есть тащить свои лодки куда-то в гору, через перевал, а потом оттуда сплавляться не нужно. Кроме того, речки Кавказа, они все достаточно короткие. То есть содержательные участки, они все едутся там, ну, не больше, чем за день. А многие едутся там за пару часов, и их можно катать несколько раз в день. Соответственно, нет никакой необходимости в экспедиционном сплаве, да, когда вы все свои вещи там запихиваете в каяк, в покрафт или привязываете на катамаран. Это все, как бы, короткие покатушки на разгруженных судах. Что нужно принимать во внимание, когда вы путешествуете по Кавказу с этнографической точки зрения? Все-таки это мусульманские республики в большинстве своем. А это значит, что идея там переодеться и посверкать голой задницей рядом с местными жителями — это плохая идея. Им это не понравится. То есть они на вас, конечно, не бросятся с кинжалом, но вы можете поиметь очень неприятный и долгий разговор, и спорить вам не захочется. Мои друзья ездили в Чечню год четыре назад, и один из них ночью, в общем, пошел пописать в кусты, ну, казалось бы. И утром они имели неприятный разговор с местными жителями, мимо чьих зорких глаз это не прошло. Вот, они сказали, ну, мои друзья, что, ну, пришлось извиняться, спорить не хотелось. Вот, например, в Дагестане, ну, девчонкам в коротких шортах не надо ходить. Не потому, что вас украдут или поменяют на барана у ваших друзей, просто потому, что, опять же, ну, надо уважать местные законы, если вы не хотите лишних проблем. Вот, мы, конечно, сейчас говорим про осень, и в шортах там никто не захочет ходить, но, тем не менее, так, для Кавказа это нужно иметь в виду. Ну, в общем, имейте в виду, что все-таки там живут мусульмане, достаточно хардкорные, и уважайте их, мы у них в гостях, не они у нас. Естественно, развитие туристической инфраструктуры имеет как положительные свойства, так и отрицательные. Отрицательные свойства — это, например, безумный рост цен. То есть, например, если вы отправляетесь сплавляться по Мзымте, вот, там, где была Олимпиада, там, где Красная Поляна, там, где Роза Хутор, вот это вот все, надо понимать, что эта долина очень дорогая. То есть, просто поесть в кафешке будет стоить, ого-го, сколько денег. Если вы отправляетесь на речку Зеленчук, и там, ну, там Архыс, примерно та же самая история. Баксан, по сути дела, течет через Стерскол, ну, начинается Стерскол. Это тоже суперпопулярное место с соответствующими ценами. Вот, надо понимать, что большой поток туристов, он тоже накладывает отпечаток на местных жителей, на местную инфраструктуру, и где-то на вас смотрят как на дорогих гостей, как, например, в Дагестане, вот, а где-то на вас смотрят как на мешок с деньгами, как, например, в Красной Поляне. Что еще нам нужно знать о Кавказе? Вот эта вот тонкая пунктирная линия, это граница. Граница между Россией и сопредельными государствами. А у нас в России есть такой прикол, который называется погранзона. Это полоса земли шириной, там, от пяти километров, которая проходит вдоль границы, на которой, ну, как бы, она имеет отдельное правило посещения. Для граждан России, в принципе, сейчас все достаточно просто, нужно просто иметь с собой паспорт. И ты приезжаешь в верховье реки, а верховье практически всех речек Кавказа, они текут в погранзоне. Ты приезжаешь на заставу, там выходит вежливый человек в камуфляже, немногословно, и говорит паспорт. Ты ему показываешь паспорт и проезжаешь. Проблем больших нет. Но это там отнимает время. Но если вы решили пригласить своих друзей, там, не знаю, из Белоруссии с вами посплавляться, или там из-за бугра откуда-то, то вот этот квест с посещением погранзоны становится крайне сложным. То есть вам нужно за 30 дней подать заявку, присылать все документы, потом получить ответ. В общем, это большой геморрой. В общем, россиянам находиться в погранзоне хорошо, легко и просто. Иностранцам, даже там, белорусам, казахам сложно, неудобно и геморрно. Поэтому если вы приглашаете сюда своих друзей из других стран, имейте это в виду. Вот, но надо понимать, что в верховьях речек расположены наиболее сложные секции. То есть это только для таких самых отъявленных любителей хардкора. То есть в основном 95% всех, кто приезжает на Кавказ сплавляться, они сплавляются ниже погранзоны. Итого, что можно сказать про Кавказ, исходя из его географии, его культурных особенностей, его инструктура и всего остального. Развитая дорожная сеть плюс компактность региона, а регион все-таки достаточно компактный, говорит нам о том, что путешествие на Кавказ логичнее всего организовать в формате родео-покатушек. То есть когда у вас есть автомобиль поддержки, на крыше которого у вас привязаны все ваши лодки, и вы переезжаете с одной речки на другую, катаетесь по многу разных речек. Если хотите, живите в палатке, благо возможность есть. Если не хотите, к вашим услугам появившиеся гостиницы, гестхаусы, можно договориться с местными пожить, и вот это вот все, кемпинги и так далее. То есть играть в поход, играть в экспедицию большого смысла нет. Ваше путешествие можно построить двумя способами. Первое, это за две недели объехать максимальное количество рек. То есть там 5-6, сколько у вас здоровья хватит, переезжайте из долины в долину, катайтесь, 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 все у вас хорошо. Второй способ организовать свое путешествие, это если вы ставите перед собой какие-то высокоспортивные цели. Например, вы хотите научиться кататься по вот таким вот речкам. Вы просто приезжаете, условно, на Мзымту, на ней там несколько секций, и все ваше путешествие проводите на Мзымте, просто катая одни и те же участки много-много раз. Чем больше вы катаете один и тот же участок, тем лучше у вас это получается, тем больше навыков вы получаете из плава, и тем выше ваша подготовка. Да, в какой-то момент вам станет, возможно, скучно, но зато вы наберете этот самый навык. То есть километры делают чемпионов, чем больше вы делаете что-то, тем лучше у вас это получается. И, грубо говоря, проведя, ну не знаю, там 7 дней на Мзымте, катаясь по одному участку, одному и тому же, вы научитесь большему. Если вы проедете 5-6 речек, потратите время на переезды и проедете эти 5-6 речек. Вот, что вам нужно выбирать вам, вот дело ваше. Не, ну как бы вода-то, она же падает, она же везде законом гравитации подчиняется, будь то хоть Гималайя, хоть Алтай, хоть Непал, хоть Кавказ. То есть вы получите навыки, а навыки вы эти сможете применять на разных речках, все же одно и то же. Но вы при этом потратите вагон времени на переезды. А вы на чем сплавитесь, на катамаране? На сдувании, надувании, перевозке катамаранов, то есть времени сплава у вас будет меньше. Но у вас будет путешествие, что тоже очень круто. Вот, то есть, ну тут, вот, не знаю, фанатичные спортсмены, которые там раскатываются перед всякими соревнованиями, как там мой дружище Серега Ильин, они вот приезжают в одну долину и закатывают ее вот пока прям, пока вот блевать не захочется уже от нее. Вот. Потом, если надоело, переезжают в другую, потому что у них сарева скоро. Так вот, здесь мы возвращаемся опять же к вопросу логистики. Что можно сделать? На мой взгляд, если у вас есть нормальная работа, это прилететь на самолете, потому что вы не потратите время на дорогу, да, там, на то, чтобы рулить полутора суток или ехать на поезде сутки. Это прилететь в ближайший аэропорт, заранее договориться с кем-нибудь из местных извозчиков. Проблем найти подготовленную тачку с водителем, который будет знать, где старт речки, где финиш речки, где лучшие лагеря, где лучшее вино продают. В общем-то, больших проблем нет. Вам в помощь туристические группы в соцсетях, где вам все это с удовольствием расскажут. Или, как ни странно, авито. То есть, искать водителей на авито на Кавказе, это нормальная история. Прям ищем, типа, не знаю, там, микроавтобус 4х4 с багажником, там, Нальчик, или там, не знаю, там, ну, это что угодно, там, Водикавказ, там, вот. И вы с удовольствием их найдете, без проблем их найдете. Второй вариант, ну, это вот как каякеры делают. То есть, погрузить свои лодки на крышу автобуса, принадлежащему одного из каякеров, и долбануть прямо из Москвы и кататься там на своем автобусике. Окей. Поехали дальше. Про что я говорю, когда я говорю осень на Кавказе? Ну, это, на самом деле, сентябрь, который уже прошел, и октябрь. И, то есть, основное большинство речек заканчивает работать где-то, ну, в конце октября, начале ноября. Есть несколько речек, про которые я упомянул, которые можно катать хоть круглый год, но, в основном, это вот сентябрь-октябрь. Вот, вас сейчас сеть достаточно много, я удивился, но очень много моих друзей вот на Кавказе прямо сейчас и катаются там. И, в общем, у меня там каждый день в соцсетях новые фотографии о том, как там классно, как у них здорово и все такое. Что, как бы, происходит осенью? Осенью медленно, но верно становится холоднее. А это значит, что, поскольку речки ледниковые, уровень воды потихонечку снижается. И те секции, которые летом катать нельзя, потому что там слишком много воды, становятся доступными, а те речки, в которых и летом немного воды, становятся сухими, их, собственно, там сплавляться уже совершенно невозможно. Вот, поэтому осенью есть риск, что вы приедете на какую-нибудь свою любимую речку, где вы катались, там, не знаю, летом когда-нибудь, получили море удовольствия, вы приедете сюда осенью, а воды там не будет, там будет сухое русло. Что же делать? Вот, как вообще это работает? Надо внимательно посмотреть прогноз перед тем, как ехать. Если вы видите, что температура воздуха в регионе, туда, куда вы собираетесь, меньше, чем плюс 10, это значит, что в горах будет меньше нуля, это значит, что ледник вообще не тает. Вот, и если температура воздуха ниже, чем плюс 10 и сухо, вы видите в прогнозе на ближайшую неделю, это значит, что в этой долине речка работать не будет, будет сухо. Вот, если вы видите, что в прогнозе у вас там плюс 15, плюс 20, значит, что вода будет. Ехать надо. Также, если вы видите, что там плюс 10, но идет дождь, значит, что вода тоже будет. Но надо понимать, что на Кавказе от плюс 10 и дождь до ноль и снег очень маленькая разница. То есть можно прям не попасть и, ну, не угадать и попасть в снег. В общем, в идеале поездка на Кавказ это поездка под прогноз. Знаете, как горнолыжники делают, да? Они вот смотрят там типа погоду в Красной Поляне. О, завтра там через неделю обещают лютый снегопад. И покупают билеты под этот снегопад. Вот в идеальном мире, да, где у вас много свободного времени, где вы не планируете отпуск за год вперед, поездка на Кавказ это поездка под прогноз. Где смотреть вообще прогноз? Какие источники можно использовать? Ну, мне вот нравится норвежский сайт ur.no. Это Норвежский Метеорологический Институт. У них есть прогноз погоды по всему миру. И они достаточно точные. Вот. Ну, у нас работает там РП5 прекрасно. Но еще есть такой чудесный сайт, который для нас, водников, очень важен. Называется ourivers.info. Смотрите. Многие речки оборудованы гидрологическими линейками, гидрологическими постами. То есть там есть линейка. При этой линейке есть специальный человек, который каждое утро выходит, смотрит что-то этой линейки, заносит в компьютер эти данные, и они выгружаются в онлайн. Там в министерство не знаю чего, природных ресурсов, еще куда-то. В общем, на сайте ourivers.info все эти линейки собраны. И вы можете в реальном времени посмотреть уровень воды на конкретной реке. Вы можете посмотреть динамику, то есть там можете посмотреть график за неделю, за месяц, за три месяца и за год. Можете посмотреть, она там падает или она растет. Можете посмотреть, как конкретный уровень в этот конкретный день отличается от среднего уровня там за все время наблюдения. И прикинуть, сейчас воды нет вообще для этого времени или вода все-таки есть. Вот. У них есть мобильная версия, у них есть даже приложение. Прям очень рекомендую. Активно пользуются рыбаки, ну и активно пользуются те, кто занимаются сплавом. Ну, отличнейший инструмент для того, чтобы спланировать свою поездку. Ну, или если вы уже приехали в регион, то, по крайней мере, посмотреть, что там в соседних долинах. Вот. Надо понимать, что если вы обнаружили, что на вашей любимой речке, куда вы только что приехали, воды нет, то не надо отчаиваться. Кавказ, он большой, долины разные, соответственно, в каждой долине своя погода. Мобильная связь есть. Открываем то же самое приложение, открываем прогноз погоды и смотрим соседние долины. И если вы подвижный и мобильный, то есть у вас есть машина сопровождения, а мы только что с вами договорились, что это оптимальный вариант, то вы просто прыгаете в эту машину и едете в соседнюю долину. Это занимает там от двух до пяти часов. Регион достаточно компактный. То есть, например, на Алтае, чтобы переехать там, не знаю, из долины Чуи в долину Чуушмана, нужно потратить там почти целый день. А здесь нужно потратить там три часа. Разница достаточно приличная. Погнали сначала про речки южной части Кавказа. Южная часть — это, собственно, то, что рядом с Сочи, вот здесь вот. И, собственно, здесь из таких больших и известных речек одна, которая называется Мзымта. Она течет через Красную Поляну, там вот где все эти канатки, где Роза Хутор, Газпром, и вся вот Альпика, и вся вот эта вот история, и протекает прямо в Адлер. В свое время эта речка была культовой среди водных туристов. То есть все на ноябрьские праздники ехали на Мзымту, вообще все. Там было столпотворение. Когда я был там 20 лет назад, там никакой особой стройки не было, никакой особой инфраструктуры не было, и там можно было, например, ходить по Красной Поляне, заходить в каждый дом и просить попробовать вина. И было классно. Вот сейчас там все по-другому. Лет 10 назад Мзымта перестала быть популярной речкой, и туда перестали ездить, потому что там была олимпийская стройка. И многие посчитали, что речка испортилась. На самом деле речка никуда не делась. То есть там по-прежнему есть уклон, по-прежнему есть ущелье, по-прежнему есть камни, пороги и все остальное. Но берега изменились в том плане, что там, в общем, понастроили олимпийских объектов, понастроили жилья, деревни все разрослись. В каких-то местах прямо через Мзымту проложили опоры железнодорожного моста. И, в общем, Мзымта превратилась из такой относительно дикой кавказской речки, она превратилась в такую типичную европейскую речку, где ты сплавляешься в густо населенной долине, вокруг всегда дорога, вокруг всегда жилье. Но уже как бы играть в поход смысла нет никакого, палатку особо нигде не поставишь. Но речка от этого особо хуже сильно не стала. Зато появились бонусы такие, как можно жить в гостинице. Например, осенью, если погода плохая, это хороший вариант пожить в гостинице. То есть это такой европейский сплав по европейским ценам. Мзымта это по-прежнему одна из лучших речек на самом деле Кавказа, потому что огромное количество секций, хотите класс 2, хотите класс 5. Очень простая логистика, то есть вы прилетаете в аэропорт Адлера, и вы можете оказаться на речке через полчаса, в принципе, уже начать плавать. На все секции, кроме самой верхней и пасеки, идет дорога, но на самую верхнюю эту дорогу уже тоже строят, то есть, соответственно, там не нужно долго таскать свои водки на плечах для того, чтобы спуститься. Ну и опять же, выбирать можно по вкусу. Сегодня у вас есть настроение на подвиг? Заехали на самый верх, проехали верхнюю Мзымту за день. Потом нет у вас настроения на подвиг? Так, уехали пониже, покатали квас 2. Там есть такая секция, называется Греческое ущелье, она зарегулирована плотиной. Смотрите, в плотине воду открыли, поехали туда. Воду закрыли в Греческом, поехали куда-нибудь еще. В общем, выбор великолепный, что хотите. Вот это, кстати, Ахцу, одно из таких знаковых препятствий, вот эта вот старая дорога. Очень такая интересная история до того, как там набили кучу тоннелей, там была дорога, проходящая прям по самому обрыву, и там сейчас она брошена, и по ней очень интересно просто погулять. Это Мзымта. Ну а это вот, как бы, в общем, ну вот да, это, кстати, хорошая иллюстрация того, во что превратилась Мзымта со строительством олимпийских объектов. Горы по-прежнему на месте, но вот тут канатка тебе, тут тебе тут железная дорога. Ну, может иногда резать глаз, особенно если вы к дичи привыкли. Но если вы привыкли к европейскому сплаву, то, в общем, ничего такого. А еще у Мзымта есть уникальный бонус. Это одна из тех немногих рек в России, по которой можно сплавляться круглый год. То есть там можно сплавляться зимой, можно там сплавляться летом, можно сплавляться осенью, можно весной, когда угодно. Зимой надоело вам сплавляться, поехали на лыжах покатались. Или надоело вам на лыжах кататься, арендовали каяк или покрафт, поплавали по Мзымте. В общем, в нашей северной стране это уникальное явление природы, нужно его беречь. Также для покрафтеров и каякеров рядом с Мзымтой есть некоторое количество маленьких речек. Я даже название, честно говоря, не помню. Они все работают в основном в дождь. Вот, это такие маленькие канавки, которые заполняются водой исключительно в дождь. В общем, они стали крайне популярны с иди-покрафтеров, например. Это не притоки, это соседние маленькие долинки, которые впадают в Черное море. Вот, туда посевернее, то есть от Адлера до Сочи и чуть еще севернее. Вот, кстати, для покрафтеров. На Мзымте в этом октябре будет проводиться покрафт-фест. Его проводит мой друган, Игорь Сумкин. Всех приглашает туда. Что еще? Предположим, на Мзымте вам надоело. Надоел официоз, надоели дорогие кафешки и захотелось чего-то поэкзотичнее. Вот вы садитесь в машину, уезжайте в Абхазию. Абхазия, это как бы, хотя и заграница, но сейчас туда уехать без проблем. Вот. В Абхазии так-то отличные речки. И там подичее, там подешевле, там как бы такая более интересная природа, на мой взгляд. И, собственно, таких самых классических речек, там две, Юпшара и Гега. Они находятся прям недалеко от границы. То есть, вот это Сочи, а Юпшара и Гега, это вот здесь. Вот здесь вот, прям совсем близко. Вот. Долгое время сплав по ним был запрещен, после того, как кто-то на ней утонул. Но сейчас он как бы на словах тоже запрещен, но этого никто не контролирует. То есть, можно приехать и посплавляться. Проблем вообще никаких с этим нет. Как бы, злоупотреблять не следует, но, тем не менее, сплавляться можно. Вот осенью Юпшара и Гега прекрасно работают. Там есть огромное количество других речек, но, скорее всего, осенью там будет, ну, слишком костляво и слишком мелко. Вот. Среди минусов южных речек я бы отметил то, что дорого и все застроено. То есть, например, в долине Мзымты поджить с палатками, это еще тот, еще квест. То есть, гораздо проще денег заплатить и пожить в гостинице. И, например, если так получилось, что вы приехали на Мзымту, а по какой-то причине там включилась засуха и холод, и нет воды, то, чтобы уехать оттуда на какие-нибудь другие речки, ну, надо потратить часов шесть. То есть, ближайшая там белая лоба, это ехать достаточно далеко. Вот. А в остальном отличный регион, отличное место, Южный Кавказ. Это прям здорово. Я вот, например, хотел бы в ноябре нам в Мзымту съездить. Окей, поехали дальше. Кавказская классика. Речки, которые у всех на слуху, это Кубань, Зеленчук, Аксаут, Лоба и Белая. Кубань и Белая — это большие речки. Это, ну, собственно, самые большие речки Кавказа. Соответственно, вода в них есть практически всегда. То есть, ну, очень маловероятная ситуация, что вы туда приедете и обнаружите, что там воды нет совсем, потому что все пересохло, потому что ледник не тает. Какая-то вода там будет. Ну, только за исключением какой-то, ну, совсем редкой засухи. Вот, Белая — это, кстати, еще одна речка в нашей стране, на которой можно кататься даже зимой, если вы, конечно, любите каякинг под снегом. Вот. Это, собственно, речка Белая, собственно, тоже осенью. По цвету она, конечно, скорее коричневая, потому что это локальный дождевой поводок. Вот. Но, тем не менее, на Белой тоже огромное количество секций. Хотите Класс-2, хотите Гранитный каньон, хотите там Хаджовская теснина Класс-5. Смотрите, верх этой речки расположен в национальном парке. То есть, все, что выше впадения притока Киша, а это пороги, собственно, Киши, топоры, театральные топорики, ну, такая очень классная на самом деле секция, она в национальном парке. И, по идее, границы этого национального парка проходят прямо посередине речки, посередине русла. И очень, очень долго туда не пускали. По идее, сплав там запрещен. Но, опять же, если вы приедете туда с утра пораньше, если вы начнете сплавнее с Гузерипля в деревне, где сидят те люди, которые контролируют посещение этого заповедника, а чуть пораньше или чуть попозже, если вы соберетесь быстро, например, ну, каякеры скинули водки, прыгнули и поехали, там, с катамаранами чуть посложнее, но тоже можно, с покрафтами, в принципе, тоже легко, то все, когда вы на реке, как бы вы просто доплываете до слияния с Кишой, и все, у вас уже, как бы, никто с вами ничего не сделает. Главное, не спалиться на заезде, что у вас там водка полная, у вас тачка полная водок. Вот, то есть, ну, сплавляться можно, но так. Вот, если что, я вам этого не говорил, никого не призывал к нарушению правил посещения национальных парков. Вот, но даже без этой секции там классно и весело. Собственно, гранитный каньон, это, мне кажется, одна из лучших секций Кавказа. Это настоящий, настоящий каньон-приканьон, вот, который имеет розовые стенки, потому что он гранитный. И в большую воду это такой, ну, прям такое суровое испытание для ваших навыков и вашего боевого духа. Осенью в маленькую воду это все становится гораздо проще и гораздо доступнее для людей, которые не являются там адскими биороботами. Там сплавляться уже становится сильно проще. То есть, то, что раньше было одним таким большим длинным порогом, начинает делиться на отдельные ступеньки, на отдельные дробчики. Водичка чистая, прозрачная, катайся не хочу. Есть, конечно, не дождевой поводок. В общем, осенью гранитный каньон это штука, доступная, скажем так, но если не новичкам, то продолжающим. Катамаранах можно проехать? Да, можно. Ну, сейчас у меня тут есть фотка. Все зависит от уровня воды. То есть, вот это тоже гранитный каньон, и это по супермаленькой воде. То есть, вот здесь катамаран не влезет. Но, если там, опять же, смотри, как удастся попасть. Многие сплавляются осенью и по гранитному каньону на катамаранах, если повезет с водой. Вот это, кстати, опять же, то, что называется повезло с водой, это топоры. Порог топоры по лютому передозу. То есть, приключился дождевой поводок, и как бы то, что обычно такой вертикальный слив высотой там метра два-три, вот превратилось в такую адскую горку. Вот по такой воде катамаран влезет в гранитный без проблем, но мажем мало не покажется. Так, большая река Кубань. Значит, смотрите, сам я на Кубани не был, но как бы сто пятьсот раз про нее слышал. Вода в ней есть, собственно, практически всегда, но надо понимать, что вот этим летом в пороге Жовоб, а это именно порог Жовоб, вот туда упала вот такая штука, и порог Жовоб стал, ну, как бы, непроходимым, потому что его заткнуло адской затычкой. Еще такие классические речки, это Лоба и Аксаут. Я их объединил вместе, потому что у них есть одна общая черта, на них плохая дорога. То есть на все вот эти вот речки дорога была отличная, а на Лобу и на Аксаут дорога так себе. На Аксаут, ну, если дождь не идет, то можно заехать на неполноприводной тачке, но на Лобу нужно обязательно что-то полноприводное, потому что там ездят лесовозы, все это размешано, короче, в такую кашу, и может мало не показаться. Вот, ну, например, на Дастере у меня туда заезжали, друзья, насколько я знаю. Вот, вообще Лоба это такая офигительная речка, я прям настоятельно ее рекомендую, если вы еще не были. Она достаточно дикая, кроме вот этой лесовозной дороги там ничего толком нету, выше деревни Рашкау, там нет населенных пунктов. Она очень красивая, опять же, из-за того, что дикая. И она достаточно интересная, то есть там вот всякие эти «Прощай, Родина», ПП, соленые скалы, это все там. Вот. Осенью, опять же, если воды будет средний и осенний уровень, это становится доступно для каякеров, катамаранщиков, если не начинающих, то продолжающих. Не нужно быть экспертом. Весной или по большой воде, Лоба, это суровое испытание с, как бы, ну, с последствиями, если что-то идет не так. Еще одна классическая речка, это Зеленчук, всеми любимый, в общем, осенью. Воды в нем будет совсем мало, если, опять же, это не дождевой поводок. Вот. Вот это отличная история для покрафтеров, в том числе начинающих, но надо понимать, что она течет рядом с Архизом, и, ну, это достаточно дорогая долина. Ну, а дальше начинаются маленькие ледниковые речки, которых, на самом деле, абсолютное большинство. Чигем, Баксан, Улуха, Мучкуван, Маруха, Черек и там многое-многое-многое другое. Вот эти истории, если вы справляетесь на катамаранах, работают только под прогноз, потому что в среднем осенью катамаран туда не влезает. То есть нужно реально... Смотрите, что там обещают три дня дождей. Едете. Смотрите, обещают там, ну, там, три дня плюс двадцать. Едете. Вот. Но если там, как бы, туда-сюда, плюс пятнадцать, плюс пятнадцать, сухо, то на катамаране там делать нечего. Но для каякеров это прямо одни из лучших речек на Кавказе. Ну, это, собственно, такая, самый настоящий дух, эссенция кавказских речек. То есть, крохотная улава, сама речка небольшая, весьма техничная история. Нужно все время рулить, нужно все время, короче, разгонять лодку, все время ее толкать. Вот. Участки достаточно продолжительные. Я особенно хотел бы выделить речку Чигем. Это прям ван вав, наверное, моя самая любимая, одна из моих самых любимых речек Кавказа. Это уже, что у нас там? Кабардино-Балкария, да? Там очень красивая долина. Даже в каком-то, в одном из интервью Дудя там, короче, было про эту долину. Вот. Они, в общем, оно прям того стоит, чтобы просто ее посетить. Вот. Сама речка в основном она достаточно сложная. То есть, эта штука уже точно не для начинающих и точно, и скорее всего, не для продолжающих. Она для таких матерых перцев. Там, опять же, разное количество участков и, как и для всех речек Кавказа, действует правило, чем выше забрался, тем сложнее. Там наверху, в погранзоне, прям такой лютейший каякинг класс 5 с плюсом, где могут плавать только биороботы. Потом начинается участок, который называется Малые Плюхи, который весь вот такой вот примерно. Потом начинаются большие плюхи, все то же самое, но на стероидах. Вот. А потом там начинается участок, состоящий из сифонов, его плавать не надо. А потом дальше уже становится совсем просто, но в очень красивом каньоне. Очень рекомендую. Вот такие там пейзажи офигенные. Там есть город мертвых, то есть там на краю одной из деревень стоит такое старое кладбище, где каждая могилка это такой, как бы это сказать, такой склеп, такой, как бы они, не знаю, как это сказать, форм... А? Нет, это не дольмены, это уже современные, ну как, относительно современные склепы. В общем, они такие формы традиционные, ну таких вот, ну по сути дела, такие как купола. Очень здорово, я очень рекомендую. А еще там Чигема это меккапарапланиристов, там есть парадром и можно еще заодно и на параплане полетать. И вот, собственно, все, что нужно знать про Чигема, то, что там отличная дорога, нормальная дорога вдоль берега, речка и невероятной красоты долина. Вот, очень рекомендую. Мне будет прям очень сложно рассказывать в маске, я все понимаю. Что, в общем-то, не попало в мой рассказ? Не попала Чечня, в которой, безусловно, есть бурные реки. И, собственно, мои друзья там даже сплавлялись. И катамаранная группа какая-то выиграла чемпионат России по водному туризму, сплавлявшись по речке Ордон. Блин, так неудобно. Вот. Есть Дагестан. Вот, в Дагестане есть классические речки, Аварская, Адирская, Кайсу. Есть огромное количество малоизвестных речек, где никто толком не был, где, в общем, есть, во-первых, потенциал для первопрохождения, а во-вторых, в целом, огромный потенциал для развития, ну, для сплава. То есть, вообще, Дагестан, это сейчас один из самых популярных туристических регионов России, наряду с Териберкой, наряду с Байкалом, с Алтаем, и, наверное, с Камчаткой. В общем, все поехали в Дагестан. И все мои друзья, кто там были, все возвращались в полном восторге. Говорят, блин, дружище, там прям роскошно. Народ туристами не испорченный вообще. Все гостеприимные, что сил нет. Красота неимоверная. Нигде больше на Кавказе таких видов нет. Речек полно, приезжайте, прям все. В общем, Дагестан прям обязательно, я еще не был, но обязательно туда съезжу. Вот. И всем рекомендую. Где брать вообще информацию по речкам Кавказа? Ну, есть старый проверенный вариант, это поискать туристические отчеты. Вот. Все речки, куда можно было впихнуть катамаран или байдарку, они все пройдены и описаны. Вот. Ну, на мой взгляд, каякером, например, липокрафтером плавать по туристическим отчетам достаточно сложно, потому что информация избыточная. то есть там из этого стастраничного описания нам нужно там, ну, не знаю, два абзаца, три абзаца. Вот. Вариант по современнее. Мои друзья сделали приложение, оно называется Whitewater Guide, Whitewater.guide. В том числе там есть описание речки Кавказа. То есть, вот карта, вот речки, берем, тыкаем в каждую, ну, в речку, вам появляется старт, финиш. У вас появляется вся необходимая информация, описание, какие там пороги, какие опасности, какая сезонность, какой обычно вам расход нужен. Если повезет, там будет фото, видео и все остальное. Ну, вот, в общем-то, по Кавказу там описано, ну, процентов 60, я думаю, описано. Вся классика там есть, кроме несложных речек, типа там Пшиха, Пшихачка, Тиберда, их там нету. А все остальное описано достаточно хорошо. В общем, очень рекомендую. По Кавказу это прям хорошая история. Кстати, в этом приложении есть не только Кавказ, там есть много регионов. Я, например, там заполнял Алтай. Вот, там даже по Забугорию по-всякому очень много всего есть. В общем, рекомендую. Ну, про снаряжение. Надо понимать, что осень это время нестабильной погоды и всегда надо иметь в виду, что ночью случится заморозки и, скорее всего, обязательно приключаться. И может приключиться снег. Вот, сплавляться под снегом приятного мало, но все это решается современным снаряжением. На мой взгляд, идеальным снаряжением для осеннего сплава на Кавказе является сухой костюм. Dry Suit. Полный костюм с манжетами латексными со всех сторон, со встроенными носками и вот этим вот всем. В неоприне сплавляться, конечно, можно, но вы будете страдать. В Dry Suit вы будете получать удовольствие. Следующее. Теплое термобелье. Вот, чем теплее, тем лучше. И вообще, термобелье, отправляясь в любую поездку, исходите из того, что термобелья много не бывает. А уж на осеннем Кавказе тем более. Вот, я обычно, когда еду в такие места, я беру с собой там комплекта четыре. Вот, самое теплое термобелье, он продается в сплаве, это изотермики для спелеологии. Такой цельный, цельный термокостюм из Plartec Power Stretch я очень рекомендую. Лучшая поддевка под Dry Suit, которую можно на рынке найти. Варежечки на весло. Вот, перчатки, это плохая идея, потому что в перчатках достаточно сложно контролировать весло. А вот такие варежечки, которые вы надеваете на весло и впихиваете туда ручку, отличная, отличная штука. Вот, без варежечек ручки отмерзнут, посинеют и отвалятся. Если вы сплавляетесь на кайке или на покрафте под шлемник, ваш выбор. Потому что, ну, при певророте мозг замерзает в ледниковой реке мгновенно и вы перестаете быть бойцом после этого. На берегу, если вы планируете жить в палатках, это теплый спальник. Теплый пуховый спальник с температурой комфорта минус 5. Лучше покрыться два раза потом, чем один раз инием. Тепленький какой-нибудь коврик потолще и вот это вот все. Надо понимать, что долины обжиты весьма хорошо и дров там, в общем, не везде можно найти. Кроме того, там не всегда лесисто. То есть, ваш выбор это горелки. Вот, если вы договариваетесь с каким-нибудь местным водилой, сразу обговорите с ним, чтобы он взял плиту и газовый баллон. Они все это знают и умеют, чтобы не возить газ туда-сюда. Так что, в общем, посидеть, попеть песни под гитару, на самом деле, на Кавказе ночью не то, чтобы очень получится. А вот повтыкать в горелку самое оно. Вот. На самом деле, речки на Кавказе, они вот расположены вот так. То есть, все начинается, соответственно, с хребта течет сюда. Все, что с этой стороны, оно все утекает в Кубани, в Черное море. Все, что с этой стороны, оно утекает в Терек и в Каспийское море. Вот. Ну и получается тут Мзымта. Здесь здесь белая, здесь у Лукам и Малая Лоба. Кстати, офигительные речки, но они в Нацпарке. То есть, в них, как бы сплавляться по ним прям вообще не вариант. Тот Нацпарк контролируется как следует. Пардон, не Учкулан, а Уруштен. Уруштен и Малая Лоба. Большая Лоба. Потом Зеленчук, Малка, Аксаут, очень близко друг к другу. Вот здесь вот Тиберда и, соответственно, ее истоки Аманаус и Ганачхир, но Аманаус и Ганачхир вряд ли будут работать осенью. Потом у нас Кубань и ее истоки у Лука Мушкулан. Они, кстати, работают сейчас. Сейчас у меня там куча знакомых каякеров тусуется. Вот. Потом мы переезжаем в Кабардино-Балкарию. И там у нас Малка. Очень, кстати, интересная река. Мои друзья ездили ее с самых Верховья в прошлом году и сказали прям лучшая речка Кавказа. Но там, чтобы в Верховье попасть, это прям сложный квест. Потом Баксан, речка, которая течет прямо с Эльбруса. Чигем, Балкарский Черек, а дальше начинается тот кусок, который я не знаю. В общем, что я хочу сказать в завершении. Кавказ это отличный регион. А уж раз у нас сейчас закрыта Грузия, закрыты теплые страны, всякие Непалы, Индии и все остальное, Кавказ становится безальтернативным вариантом для сплава в октябре и в ноябре. Кавказ это доступно по логистике, а соответственно это доступно по деньгам. Ну реально, не надо лететь черт знает куда. Да, чай ни Копчатка, ни Прибайкалья. В последнее время Кавказ это стал безопасный регион. То есть вас не будут там грабить с вооруженного, не будут ломать челюсть прикладом автомата, как это бывало 20 лет назад. Вас не будут обирать на деньги местные менты. В общем, на Кавказе стало нормально. Это по-прежнему означает, что щелкнуть клювом нельзя, но шанс нарваться неприятности стал на порядке меньше, чем это было 15-20 лет назад. В общем, хотите растянуть и продолжить свой сезон максимально в нынешних реалиях пандемии вам сюда. Сам я очень постараюсь в ноябре выбраться на Мзымту для того, чтобы как раз поплавать там в стиле тренировок, то есть одну секцию много-много раз и богополучно оттуда улететь. Вот. Так что вот такие вот дела.